Пять день и ночь ищут, как Руси помочь, продолжая воду в ступе грозной санкцией толочь. Может, еще раз осудим агрессора? Пыло. Протест? Пыло. Солидарность с украинцами? И это пыло. Тогда пусть Германия перестанет покупать у России квас. Знаете, я тут подумала. Нам, наверное, будет проще еще раз назвать Владимира агрессором. Помощь Запада в пути. Может, в Крым и не дойти. И Владимира решили попросить добром уйти. Владимир, а что вам не хватает? Ваш флот и так здесь стоит. Вот. А я хочу, чтобы не только стоял, но и прилечь мог. Слушаю вас. Володя, привет. Это Макарич. А у нас есть для тебя сюрприз. Приятный. Ну, как сказать. Мы тут пошукали и дещо знайшли. Помнишь, когда бомбы скорочували, який-то, так сказать, бардак был. Ну. Ну вот, одну и забули. А сейчас вот. Что, ядерная бомба? Вы же обещали их всем уничтожить. А вы обещали не нападать. Это не я. Это все зеленые человечки. Володя, зараз три, так сказать, звичайных человечка перетворятся у синьих. И тоди від них можно будет чекати чого завгодно. Вот так. Понял. Осознал. Был неправ. Погорячился. Алло. Шмайгу. Действуем по плану Б. Земляне, крымчане, прощайте. Извините, если что не так. Давно хотел тебе сказать. Мы забыли, что Киевская Русь – это наш стратегический партнер. Нас связывают дружба и сотрудничество. Особенно сейчас, когда у них есть ядерное оружие. Что тут скажешь под финал? Нас бардак всегда спасал. Сказка-ложь, да в ней намек. Всему миру наш урок. Меморандум подписали – неча разевать роток. Чтобы родину беречь, нужно щит иметь и меч. А иначе подровняют вашу голову до плеч.